Многосортовая груша. В прошлом году делалась обрезка весной, летом и в этом году весной. А вот не понял, пусть я весной нарезал. Сейчас летом. Груша находится в саде Марии Никонова. То не смотрим, то я бы не погибла. Сейчас буду делать укорачивание, иначе многие сорта между собой дружить не будут. Здесь длина побега большая не будет. Длина побега средним 20-30, а то может меньше сантиметров. То есть здесь будет именно на картах шаг. Места мы посмотрим сейчас по ситуации. Для начала я сейчас укорочу средним, хотя бы обычно я делаю так. Я средним укорачиваю сантиметров на 20, чуть больше 20-30 сантиметров. Особенно, когда мы работаем с очень большим количеством сортов на данном растении. С другой стороны просто заходить не будут, солнце не позволит. Солнце вообще какого-то будет. Здесь каждая, тут ветка, 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 каждая ветка сорт. Здесь просто зайти и ветки вырезать не получится. Здесь каждой ветке нужно... Есть ветки сорта на вертикальных ветвях, они очень сильно развиваются. Здесь ветки сорта на горизонтальных ветвях, они хуже. Чтобы они уже не были совсем тонкие веточки, чтобы набирали толщину и росли. Здесь вынужден работать много. Здесь у меня уже заложила почечку цветочную отлично, то что я оставлял. Ржавчинки молец конечно есть. Кто-то все скажет, аааа, катастрофа. Сильным мы ей возрастаться не можем дать. Допустим, вот ветка у меня уже убежала. Здесь я вообще буду... Если мне ветка не нужна уже в эту сторону, уже объем перенабирает, я отрезаю буквально коротко. Вот таким образом. Здесь пойдут с этих вот почек обязательно конечно пойдет рост. Никуда не денется. Он опять повторится и я его опять отрежу. Если я отрежу ближе к цветочной почке, то вместо цветочной почки я получу рост побега. А я хочу, чтобы все цветочные почки сохранились. Если вы желаете сохранить цветочные почки, то мы соответственно вырезаем на побег этого года. Это называется клик. Здесь тоже мне вертикальный побег мне не нужен. Мы это добро убираем соответственно. Здесь уже ветка у меня вот ниже ветка она переросла. Я не могу слишком сильно позволять. Ну еще вот до этого предела я могу позволить. Сделать две параллельных ветки. Не потому что они параллельны, они нормально. Здесь света им хватит. На конец ветки нагрузка. Она же потом еще почку цветочную доложит. Нет, не нужно. Здесь перережу. Тут весь здесь ветка уже убежала вниз. У нас есть расстояние позволяет. Мы можем немножко ей позволить. Ну каждый раз смотрим где что. Ветка горизонтальная, ветка более вертикальная, более вертикальную ветку урезаем буквально коротко. Более горизонтальную, плюс-минус. Это тоже так. И так вот идем. Здесь ветка у меня вообще у нас есть ниже веточка. Вот она ниже уже даже остановила рост. Вертикально нам не надо на подъем. Тут пространство не позволяет. Если мы будем позволять слишком сильно расти. Здесь уже заложили все цветочные почки. Тут пока она побудет. На начало пройду вот полностью. Ну как сейчас я показываю, я пройду. Здесь пока я надо посмотреть. Это все урежу. Надо будет смотреть что сколько заложилось цветочных почек и где какой сорт. Поэтому все сразу однозначно делайся по шаблону. Здесь довольно-таки сложно. В этом отношении. Здесь у меня есть горизонтальная ветка. Она вроде бы идет внутрь. Здесь вертикальная ветка. Вертикальная ветка нам тут, честно говоря, категорически не нужна. Вот здесь у нас осталось. Справа я не вижу. Свет засвечивает. Вот она. Это горизонтальная. Она пошла. Вертикалочку мы урезали. То же самое вертикалочку урежу. Для чего я вертикалочку полностью не урезаю? Вырезаю там буквально на 3-5 почек, чтобы получить еще дополнительно горизонтальную ветку. Да, она опять выстрелит сделать вертикальную ветку. Но тем самым я получу горизонтальную ветку. И буду держать в этой же. Здесь будет у меня нужно вот эти же ветки плодовые. Они постареют. И их надо будет менять. Поэтому я не удаляю полностью. Иначе у вас просто нечем будет менять. Придет время поменять, а вы поменять не сможете. Либо поменяете, но вы здесь без урожая. А зачем сидеть без урожая? Нечего сидеть без урожая. Ну, в общем, как-то вот так вот. Всем хочу пожелать хорошего настроения. Я пошел работать по всей этой груши.